Лучший пожарной страны, на счету которого множество побед над огненной стихией и спасенных жизней, с раннего возраста знал, кем хочет стать. Эта профессия я хотел заниматься с детства. Я наблюдал за людьми, у меня получается дядя, работник тоже был пожарной охраны. И выдавались моменты увидеть, как он работает без страха, риск. У него семья, и он не боялся, шел пожар, огонь. Пройти на всероссийские профессиональные соревнования не так-то просто. Сначала отбор в отряде, потом в области, и только тогда пожарный получает право отстаивать честь региона. В этом году из-за пандемии формат конкурса изменился. Соперников я не знал, так как конкурс проходил дистанционно. И это было самое тяжелое, я думаю. То, что ты не видел своих соперников. Не знал, кто на что способен. Рассчитывал только на свои силы. Теория – установка штурмовой лестницы в полной экипировке, вес которой составляет не меньше 20 килограммов, эвакуация пострадавшего. Вот основной список заданий для выявления лучшего. Впрочем, по словам руководства, в высокой профессиональной подготовке Евгения они до конкурса не сомневались. Он пришел к нам подготовленным, прекрасным специалистом. На пожарах действует смело, решительно, умело. Чувствуется богатый опыт за плечами. Достойное поведение. Настоящий пожарный. Этим летом отличился не только Евгений. На соревнованиях в Екатеринбурге сборная Челябинской области вошла в тройку лучших коллективов страны по пожарно-спасательному спорту. Иван Наконечный, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Достойное поведение.